всем привет в этом видео мы с вами начнем вязать платье из мотивов я покажу как вязать такое платье на необходимый размер как вязать мотивы соединять их я уже вам показывала и ссылочки на данное видео я дам в описании к этому видео и в итоге у нас получится вот такое красивое платье оно прямого кроя и можно его вязать как облегающим тогда мы вяжем по фигуре или можно связать платье более свободным тогда оно тоже очень красиво смотрится и еще платье вяжем мы прямым но несмотря на это все все равно можно сделать его приталенным без каких-либо дополнительных убавлений и сейчас я расскажу как это делается весь секрет состоит в замене крючка все платье я вязала крючком на два с половиной миллиметра и в итоге у меня получился мотив в диаметре 9 с половиной сантиметра но если вязать тот же самый мотив крючком на два миллиметра то он будет гораздо меньше конечно сложно сравнивать два крючка разных фирм обратите внимание чтобы головка второго крючка была намного меньше итак мотив связанный крючком на два миллиметра равен восьми сантиметрам у нас получилась разница в полтора сантиметра и это только в одном мотиве чтобы рукава у платья не были широкими манжеты я решила связать крючком поменьше но этот способ мы можем применить для того чтобы сделать платье наше приталенным просто вяжем те мотивы которые расположены в области талии крючком поменьше и наше платье становится притальным поэтому не пренебрегайте способом замены крючка как вы видите он очень действенный ну а теперь давайте вернемся к нашему платью для начала нам нужно связать платье без рукавов у меня посмотрите по бокам половина мотивов я вязала по вот такой вот схеме обратите внимание что вот эти вот половина мотивов на самом деле это целый мотив который просто сложен пополам в нашем платье вообще полумотивов не будет мотив у меня девять с половиной сантиметра в середине у меня четыре целых мотива и по половине мотива по краям на рукава у меня пришлось по два мотива на полочку два мотива на спинку в итоге рукав из четырех мотивов состоит в длину вы можете связать как кофточку так тунику ну и конечно же платье вот эти два мотива у нас находятся только на спинке на полочке их нет как же выбрать правильную схему как же рассчитать количество мотивов для вашего платья для начала мы вяжем один мотив крючком который нам удобен далее обхват груди с небольшой прибавкой запасом мы делим на диаметр мотива и получаем количество мотивов вы можете выбрать вот такую вот схему если у вас мотивы получаются достаточно большими четыре мотива на спинку четыре на полочку и на рукава по полтора мотива наверху у нас также не пол мотива а сложенный мотив целый если мотивы у вас маленькие вы можете выбрать такую схему с узкой горловины или с широкой горловиной и чтобы рукава опять-таки не были широкими мы можем сделать сложенный мотив пополам на рукава очень важно чтобы у вас в пройме также было комфортно на это тоже обратите внимание итак давайте вернемся к платью вначале мы вяжем платье без рукавов у вас может быть поломотивов и не быть итак ширину у меня получилось 47 сантиметров но учтите что у нас еще платье тянется 47 сантиметров это ширина спинки полочки вот эту ширину нам не обязательно знать поскольку рукав у нас не вточной мы дальше просто продолжим вязать мотивы но нам очень важно глубина проймы глубина проймы у меня это два целых мотива и в итоге получилось 19 сантиметров и еще учитывая что немножко мотивы тянутся это очень комфортная глубина проймы но если это значение у вас получилось недостаточно большое то можно сделать еще один мотив сложить его чтобы половина мотива приходилось на спинку половина на полочку как показано на этой схеме тогда мы ненамного увеличим глубину проймы всего в платье у меня в длину 9 мотивов и как вы видите по нижнему краю я промежутки между мотивами не заполняла их можно заполнить но мне показалось что так даже поинтереснее получается вот схема по которой я вязала у вас она может отличаться ничего в этом страшного нету но я покажу как вязать по этой схеме вот что у меня было в начале это спинка посмотрите и в ней у меня 4 мотива затем здесь у нас будет рукав и вот у меня два мотива для проймы один целый мотив между спинкой и полочкой который у нас складывается пополам вот видите этот ряд из целых мотивов половина мотивов будет на спинке половина на полочке ну и дальше у нас идет полочка она у меня еще не довязана у меня связан всего один ряд у полочки потому что при вязании второго ряда у полочки мы будем сразу соединять спинку и полочку этим рядом прямо в процессе вязания и как это делать я вам обязательно покажу так что не переживайте все свяжем вместе теперь поглядите у нас между спинкой и полочкой есть целый ряд из мотивов здесь он есть точно такой же ряд у нас будет с этой стороны относительно спинки вот но этот ряд я не зря не довязала потому что опять-таки при вязании этого ряда мы будем сразу соединять сбоку нашу спинку и полочку если у вас нет вот таких боковых рядов у спинки полочки просто один ряд у спинки не довяжите при вязании этого ряда мы будем соединять спинку и полочку и в итоге у нас получится вот такое платье в котором не будет ни одного шва все соединяется в процессе вязания вот такие задачи стоят перед нами и мы с вами вместе их будем решать что на данный момент вам нужно сделать вначале мы вяжем один мотив замеряем его диаметр выбираем схему по которой мы будем вязать платье и делаем вот такую заготовку спинка и полочка уже говорила что между спинкой и полочкой может не быть вот этого дополнительного ряда который есть у меня разницы от этого нет никакой совершенно не переживайте также получится очень красиво итак у полочки мы не довязываем один ряд и если нужно то также не довязываем один ряд у спинки и это может быть боковой ряд как у меня которым мы будем соединять спинку и полочку сбоку ну а продолжим вязать мы уже в следующем видео не пропустите его и если все же у вас остались какие-либо вопросы то не стесняемся и задаем их в комментариях я постараюсь всем помочь ну на этом все увидимся с вами в новом видео пока пока